За что все так любят Вольво? Почему человек однажды, посидевший, проехавший Вольво или будучи ее обладателем, ему ничего другого уже не надо? Я сам задумывался над этим вопросом, пока сюда работать не пришел. И посидев уже во многочисленных Вольво всех возрастов, калибров и марок, я понял, почему ее так любят. Вот, к примеру, В70 приехала к нам на продажу. 2012 год, 1.6 дизель, который просто шепчет, он уже полчаса работает, ровно как песню поет. Кстати, совершенно без проблем по внешнему виду, да и по внутреннему тоже. И вот ты понимаешь, я даже подходя к этому автомобилю, я уже знал, что там будет кожа, что там будет все шикарно, что там будет все красиво, все наворочено, с шикарной музыкой. В любой комплектации ты понимаешь, что это у тебя уже будет. Но внутри мы глянем позже, а сейчас пройдемся по внешнему виду. Вольво остаются верными своей традиции, своим стилям, то есть вот эта штука, она у них везде, всегда, и ты по этому Вольво узнаешь. Некоторым вот это и не нравится, мне вообще по кайфу нормально. Универсал В70 это всегда огромный багажник, нате, пожалуйста, это не максимальная комплектация. Смотри, никаких тебе нафиг стояков, она автоматически открывается, закрывается, вот кнопка достаточно просто вот этих. Нигде, кроме как Вольво, я еще такого не видел. Сам багажник, посмотри, здесь сеточка, можно сюда собачку у Джек Рассела посадить, да? Тут тебе сразу... О, а что это? А зачем? Кстати, вот зачем это так, я не знаю. Ну ладно. Во, медаптечка, всякий инструментарий, все, что нужно. Бля, ты посмотри, как оно, оно вон, оно уже на упоре, оно просто стоит. Тебе не надо это держать. Вот, вот тебе, пожалуй, вот тебе, вот тебе, за что любят Вольво. То есть, сюда смотришь, тут уже просто лечь, туда ходишь, так сказать, сюда можно лечь, места хватает. Чисто, аккуратно, ковролин. Мало? Ой, ты же меняешь сама. Нажали, закрыли. Красота. Если этого мало, то пойдем сюда. В автомобилях Вольво они не размениваются, передние, задние пассажиры, да? То есть, где-то сзади тут лишь бы было, а спереди шикарно. Нет, здесь тоже мягко, здесь так же, как и спереди. Смотри, какой огромный динамик, кстати, музыка там. Ой, ну ладно. Естественно, кожа. Да, вот эта сеточка, это, конечно, зачет. Много места сзади, воздуховоды у нас уже тут. Здесь тебе, пожалуйста, розетка. Задние диваны, смотри. Какой он, он как дома. Вот у кого дома диван кожаный есть, он прямо вот почувствует эту домашнюю обстановку. Это тоже очень цепляет. Вот это вот отношение к людям. Они думают прежде всего о людях, а потом уже обо всем остальном. Здесь. Смотри, та же история, тут все мягко, большой динамик. Кожаное сидение. Ой. Именно поэтому мой следующий автомобиль будет Вольво. Скорее всего, XC60, но просто потому, что я люблю паркетники. По сути, философия одна и та же. Любители качества вспомнят, какие раньше были тяжелые двери. Вот это прям про нее такая дверина. Прям чувствуешь, когда ее открываешь. Это значит, хороший материал и хорошая шумоизоляция. Так как комплектация у нас не полная, не максимальная. У нас здесь нет автоматических регулировок электрических сидений. Но вот стеклоподъемники и зеркала в круг есть. Та-да-дам. Садимся. Залазить и сидеть максимально удобно. Спереди мы имеем такие же мягкие кресла, как и сзади. Вот домашнее кресло, представьте, вот именно это про Вольво. Почему бы еще ни один пункт, за что ее любить, это за комфорт. Ну и здесь, опять же, не максималка, нету панорамы. Но и цена, кстати. Была бы максималка, цена была бы тысяча на три дороже. Здесь все мягко. Старт-стоп. Традиционный вот этот человечек. Господи, только в Вольво так придумали сделать. Сразу жмешь, куда тебе надо. Нога, тело, голова. Вот, то, что это не максималка нам как бы указывает, что здесь вот кнопочек некоторых нет. Ну ладно. Как я люблю говорить, все, что нужно, все есть. Главное, комфортно. 1.6 дизель здесь стоит. Он вообще беспроблемный старый надежный дизель, который тянет, который едет, который не ломается. Кстати, отдельная тема, это музыка. Шикарная музыка. Отличный бас. Не дать, не взять. Вопросов нет. Переведено все на русский язык. Задний римный, он не задействован, но нам никого и нету. Классическое вот это их табло. Просто спартанское, просто красивое, без нареканий. Я его люблю. Здесь у нас такая в духе Audi прямая торпеда под алюминий сделанная. Разные бардачки имеются, элфи, сэлфи. Вот. Ну и механика. Простая, обычная механика, которая переключается одним пальцем. Сцепление, кстати, тоже очень мягкое. Ну и как финиш, это мультируль. Руль идеальный, не затертый, абсолютно как новый. Это можно видеть, никто его не готовил. Круизы есть, музыка. Ну, все, что нужно. Автоматический свет завезли тоже. И автоматический ручник. Сидеть комфортно, ехать приятно. Машина всегда в цене, машина статусная. Вот, наверное, в совокупности всех этих факторов, те, кто когда-то ездил на Volvo или сидел, уже не изменят своему вкусу. Есть за что, есть почему. Рекомендую. Volvo V70 в автохаусе Grand. Приезжайте. Контакты профиля.